приветствую зрителям канала как я вам уже говорил раньше собираюсь на неделю в отпуск и так как в этом году выехать за рубеж довольно проблематично соответственно едем на наше черное море крым наш ялта изначально планировался совершенно другой набор снастей нормальные трехчастники один до 15 грамм другой до 6 грамм снасти были давно приготовлены для ловли именно на черном море и они замечательно подходили бы к условиям нашего черного моря но уральские авиалинии которым мы летим а также как и остальные большинство авиалиний совершенно бестолково или издевательски относятся к рыбакам если вы хотите вести лыжи к примеру то ради бога это бесплатное место багажа а вот если вы хотите тубус вести со снастями это платное место багажа или повышение класса соответственно до база с большим багажом соответственно вы заплатите дороже брать в салон удочки даже если они проходят по габаритам тоже та еще песня то есть теоретически можно там перебаранить их и перетупить это можно даже охрана аэропорта разрешает все это я и в шереметьев домодедово добивался до никаких проблем с охраной аэропорта если вы провозите удочки без всего остального летит например багаж и никаких вам претензий нет даже вы приманки можете вести в салоне самолета но без крючков пожелание конечно пожелание не поэтому у них нет таких вещей в перечне они не знают что с этим делать то есть если начинать разбираться туда они говорят ради бога летите если проходите по габаритам и тут даже в этих прекрасных авиалиниях уральских проходят по габаритам но они считают по другим каким-то своим дурацким форму и мои мои снасти приготовленные по этим габаритам не прошли поэтому послал их нахер извините за мой французский и пришлось взять 11 спиннинг четырехчастный другой спиннинг пятичастный не идеальное решение для того места куда я еду но все-таки вполне работоспособные снасти надеюсь ими обойтись не так на неделе даже меньше получается на воде то и таких снастей будет достаточно однозначно это лучше чем какой-нибудь телескоп купленный на месте как некоторые действует делают и мучаются потом все-таки это будут знакомые вполне работоспособные снасти сейчас покажу что я беру так дальше изначально я хотел брать какой-то там комплект из рюкзачка сумки но выяснилось что вещей у меня не то чтобы много потому что я ограничен в весах то есть 10 килограмм багажа соответственно надо взять и одежду что-то там и какой-то не необходимый скарп но и рыбацкое взять так чтобы не сильно себя ограничивать поэтому решил брать на хвостовый жилет потому что у него достаточно много карманов и все вроде как под рукой и разместить худо-бедно удалось но все-таки придется взять еще небольшую сумку под две катушки ну и она так будет еще для для всяких нужд попутных использоваться итак жилет куплен когда-то в прекрасной конторе кабелос когда доллар был еще молодым и дешевым оказался по моему за 20 долларов и стоило где-то это 600 рублей оказался он на меня широковат надевал для зимней рыбалки и поверх куртки тогда более-менее нормально но в этом году его попросил сестру ушить ушили и соответственно он едет в качестве спиннингового жилета хоть он изобродный коротковатый так в чем в чем плюс жилета кроме того что у вас разнообразные карманы и все под рукой есть я не знаю не видно будет наверно видно есть крепление но не крепление система крепления удилища к жилету то есть с одной стороны это вот такая лента на липучке а внизу получается вот покажу на вот петля то есть рукоятка просовывается в петлю где-то мазюкаться успел синим так верхняя часть удилища застегивается на жилете то есть вам не обязательно на бетон того же пирса или там куда-то класть удилища не всегда удобно но можно приспособиться так давайте с верхних карманов начнем что у меня с собой так два маленьких одинаковых кармана в одной из статей про вовлю на черном море с удивлением выяснил что брать более-менее крупные кранки не всегда имеет смысл а вот маленькие кранки работают хорошо причем вот подобные кранки от страйк про человеку очень понравились это воблер из алиэкспресс контора вроде бенши называется но мне кажется они там выпускает уже несколько по крайней мере продает несколько магазинов поэтому взял вот такие мини кранки пока они с тройниками возможно будут заменяться тройники на одинарники по ходу движения уже так вторая коробочка тоже напоминает упоминавшийся страйк про но там была модель без тройника на пузе тут они с двумя получают крючками но цвета вполне себе морские есть довольно яркие я их тоже возьму попроб посмотрим что из этого выйдет друг пригодятся потому что каждый раз не знаешь с чем столкнешься так карман побольше все теперь было связано конечно с объемом самих карманов что-то дал месяца какие коробочки поэтому пришлось ужиматься так коробочка у меня сосна основная с приманками так есть у меня следующие вещи я как-то уже показывал нечто среднее между колебалками и буллерами есть такие морские приманки буллеры которые обычно используются с насадкой какой-то дополнительной поэтому посмотрим с кусочком например того же маракуйя или съедобной резины будет работать или нет есть чуть побольше весом получается два с половиной грамма и есть маленький полтора грамма то есть у меня получается 4 мелких 4 разного цвета чуть побольше так на пилькеры ловить толком не умею потому что здесь в подмосковье на них ловить смысл большого нет по но никак как какой-то небольшой набор есть что с алиэкспресса купленные крючки те самые которые я ввязал в одном из видео то есть вязал на них немножко люлекса больше в принципе не надо и начаться с на основной приманки будет отвлекать рыбу поэтому достаточно неплохо на мой взгляд смотрится то есть получается сколько их тут четыре одного вида 4 другого но в разной расцветки так здесь у меня до 7 грамм пикеры три китайца и вот этот японский не помню то ли джакал то ли джексон джексон по моему единственный фирменный у меня ни разу на него толком него я зимой у нас пытался на него ловить дальше вот те самые буллеры только я их сам лепенил то есть это такое продолговатая грузила слегка изогнутая находит хоть как-то там какую-то игру должно давать и на крючок просто насаживается что-то из съедобки небольшой кусочек не знаю насколько себя по покажут возить с собой возил но ни разу они мне не пригодились только вот это заржавели от морской воды так колебалки дешевые с алиэкспресс покупались давно и на море были и даже что-то на них поймал тоже по с подсадкой тут они просто эти носители дополнительные дополнительного кусочка резины не сами основной приманкой а просто как бы такой играющий джек головкой и это тоже с алиэкспресса вот эти работают и в пресной воде блесны возьму четыре штучки так пильки которые у нас для зимней рыбалки предназначены были крючки примерно также оснащены как у тех самых буллеров то есть это получается веревочка яркая бусина и крючок посмотрим будет работать не будут работать но опять не некая замена джек головки более яркой более заметно и какая-никакая игра ну и проходимость наверно между камней такая у такой приманки лучше чем у стандартной джек головки так это вот все приманки которые страны едут и совсем немножко так дальше карман следующий грузила пришлось из-за того что снасти у меня не те сильно урезать кирольские палочки совсем короткий сделать и легкий плюс у меня тут грузила по четыре с половиной по 5 грамм для каких-нибудь вариаций поводковых оснасток или дропшота в качестве лидеров будет использоваться флюрокарбон 016 потому что обе снасти у меня один спиннинг до 8 грамм едет 2 до 3 грамм сейчас постепенно и до них дело дойдет это ёши оникс дрейк флюра 016 и на ту и на другую снасть больше пожалуй меня есть еще потоньше на всякий случай это вот потолще есть потоньше так дальше в этом же кармане большом есть все мои грузила и джек головки которые поедут уместил еле-еле в эту коробочку так мормышки будем пробовать все-таки мормышинг на море здесь мормышки как азор фишинг которые продаются в мега как он называется то господи голомарт и плюс еще несколько самоделок оказались несколько крупнее чем для нужны для зимы и довольно яркий с большими длинными крючками но не с большими с длинными крючками думаю пойдет и для морской рыбалки тоже они не самые легкие дальше джек головки от 0 8 по моему 0 6 0 8 и 1 грамм по моему насколько я помню подобного типа крючки отличные но оказались длинными посмотрим может быть пойдет как раз с какой-то подобием палариса в работу так дальше джек головки с алиэкспресса вот такого вот плана слегка плоский возможно будут немного работать на рывках так граммовые джек головки дальше тут 5 сколько у меня там 3 грамма 4 грамма 5 граммов и вот эти по моему по два с половиной грамма рывковые джек головки с алиэкспресс копии каких-то японских то есть сюда можно поставить обычный крючок можно офсетный если надо и соответственно такие более проходимыми должны быть покупал их специально в запас для моря и у нас не использовал посмотрим как себя покажет все вот это весь запас грузил приманок получается так дальше постепенно видно будет так нижние карманы маленькие нижние здесь у меня стоит но она не флюрокарбон хотя и заявлено было флюрокарбоном то есть это получается 0145 покрыты флюрокарбоном леска от как у нас пруд ну так для для лидеров сойдет говорю ничего общего с флюрокарбоном к сожалению в лучшем случае покрытия и 2 тут их сколько-то я не просто не помню сколько осталось поэтому на всякий случай взял эту и тут добить так тут у меня торчит хваталка для рыбы не знаю сделал из кулинарной фикс прайсе купил когда-то показалось что такие вот зубья жесткие это все-таки какой-то садизм на всякий случай здесь вот резиночки приклеены может быть они и лишние окажутся скорее всего придется их отодрать смысле выбросить и оставить одни зубы зубчики оставить одни металлические рыба будет хватать более надежно а так на резинке это понадежнее чем ретривер соответственно больше вес выдерживают и для морской рыбалки может быть имеет больше смысл того что утопить или папа порвать возможности практически никакой так здесь у меня всяческая резина в этом кармане всякие разы ракообразные креатуры вот эта приманка траут про именно розового цвета хорошо работала в когтебеле так здесь куплены от яме кроме тех маленьких поларисов как я вам показывал я покупал вот такие вот штуки специально взял для моря но скорее всего вот эти самые длинные клешни будут оторваны очень быстро так бакси белого цвета который не задействован в моей рыбалке возможно неплохим вариантом для моря окажется вот эти вот штуки не знаю они меня в качестве какого-то бонуса достались вместе с покупками тоже в моей обычной рыбалке не используется может быть пойдут как раз для морской страшная штука зато подходящего такого зеленоватого цвета во все стороны хвосты руки ноги торчат но я думаю тоже будет с садизмом с садизмом уничтоженного с келями так еще такие рачки от яме так а вот эти вот интересные в плане того что они очень дубовые может быть для моря она как раз пойдут вот такие вот раки видно что резина такая твердая жесткая посмотрим может быть они все-таки выживут двух цветов такая зеленоватая и не знаю там разноцветные то есть видите все это для дна и скорпен и так далее посмотрим хоть что-то из этого должно сработать я надеюсь по крайней мере второй большой карман вторая штуковина на по пружинке на поводке универсальные ножницы соответственно резать плетенку вытаскивать приманки или там поджимать например свинец все это возможно так здесь другая резина возможно что то изменится так белая ярко-розовая это я когда-то тоже на алиэкспрессе покупал довольно интересная форма ловить специально окунь не ловил оставлю оставил для моря вот такая вот штука надеюсь рыбы будет оценено мое старание есть у меня приманки от лаки джон где-то там третий был еще что-то они у меня не пошли в обычной рыбалке хоть на морской попробуем может быть пойдут так оружие последнего шанса если клевать ни на что не будет у меня есть маракуйя которая японские приманки специально для моря съедобная резина вообще съедобная если она без заливки вот этой тут ее довольно много она сохнет и как как обычный червяк покупалась как розовая но с большим большой натяжкой могу сказать что она розовая написали не знаю сколько там 15 штук червяков это размер l то есть длинные на 3 как минимум части их рвать здесь крабы сколько их тут штук не помню 10 штук всего крабиков у таких коричневых тоже на ночную рыбалку под скорпьевного горбыля если вдруг что-то будет оптимист может ничего не будет так тоже морская резина вот это 1 распечатал и пробовал но ничего не поймал это приманка от фирмы мария или финн у меня а и финн блин они одинаковые по моему что что мария что финна по моему они одинаковые это стречевая резина которая хорошо тянется для морской рыбалки должно быть востребовано горшот цвета именно для морской рыбалки вот у меня тут с крючком есть одна ведь она вот тянется очень хорошо то есть она какое-то время должно тому же вас кириллу противостоять но опять не факт может и не будет ничего на нее клевать как ты бель например попробовал ничего не водилось цвета довольно не странный для нас ведь она почти прозрачный там слегка зеленоватая здесь с блесками так еще под маркой а кой куплены но куплены на алиэкспрессе розовая оранжевая были надо наверно зеленую желтую еще какую-нибудь найти приманку потому что этих меня не хватает тоже интересное очень исполнение то есть такое тело яркое и полупрозрачное обрамление смотрится очень прилично интересно ну и штуками я тут больше движет 15 штук вроде бы все все время по веса по весу у меня ограничения все все что хочется рыбацкого провести проблематично поэтому возьму какой-то небольшой возможно еще чуть-чуть добавлю резины хватит так так что будет все под рукой должно довольно удобно быть конечно ходишь как обвешенный всей этой фигней но это лучше чем искать в рюкзаке так сзади здоровенный карман предназначен он изначально конечно для размещения какой-то одежды там дардевика я туда затолкал два спиннинга так один это всем известный к садака брейв пятичастник метр девяносто блин какой он там написано метр девяносто восемь по моему до восьми грамм два других я продал я покупал 3 до 15 на 25 те брались на японии япония накрылась медным тазом из-за ковида поэтому если чё я потом куплю а пока обойдусь так кончик покрасил немножко светлый цвет белым назвать его сложно потому что с разводами получился так модель у нас на какой написано так метр девяносто шесть до восьми грамм я им пробовал ловить нормально можно ловить тремя четырьмя граммами то есть стук в руку три четыре грамма получается не скажешь прям ах но нормальный для отпускного тошнотворное качество качество вполне приличное но глуховато естественно соединение это куча кольца довольно большие так что присвоение сравнительно небольшой длине довольно неплохой дальнобойностью обладает тем спиннингом который до 15 грамм и длиной 2213 я довольно долго на москварике ловил на обеде с работы бегал успевал поймать там два иногда там одного судачка небольшого то есть как минимум с весами грамм 10 наверно вполне 10 12 даже по моему справлялся то есть они еще и довольно прочные ну и влезает в чемодан который у меня будет багажом так а второе удилище это та самая дайвовская форелевая палка арийная который я пользуюсь для ловли мармышинг дайва и приме 60 xl 4 4 частник для 3 грамм очень мягкий не знаю как он себя покажет на морской рыбалке ловить планирую меня мелочи всякой вот эти маленькие колебалки туда пойдут мелкие джиг головки у меня это катушка с двумя шпулями сейчас я покажу и основной конечно на мармышку хотелось попробовать чисто для баловства потому что для джига он слишком мягкий ну и плюс что они примерно ну там сходной длиной обладают их можно вот в кармане сзади за плечом таскать в сложенном виде то есть одну например снасть собрал 2 можно ловить не бросая ничего под ноги не дай бог сам скинешь куда-нибудь с пирса или поцарапать катушку не хотелось бы так беру я пока жилет потому что все вам показал вот эту сумку придется брать которая тут некоторым людям понравилась в качестве сумки для катушек как она изначально изготовлена оставился пустой карман сюда не буду сейчас класть ничего потому что сюда скорее всего бутылка с водой будет небольшая класса и скорее всего тряпка для рук потому что на том же пирсе до воды вы хрен достанете мало это важно тряпкой руки протереть всегда неплохо после рыбы а то и сами все углаздаетесь и спиннинг превратится черти что во что поэтому на всякий случай два таких универсальных колечка для тряпочки для чего-нибудь присобачил так внутри соответственно есть отделение под две катушки как его пьяная сумка заживала справился так спиннинга 2 соответственно катушки тоже 2 и по 2 шпули оснащенных так для мармышинга и легкого сверхлегкого джига у меня будет риобе ультра пауэр две шпули соответственно на одной вот это оранжевая это флюрокарбон 012 здесь тонкая плетенка 00 какая-то 54 какой маска по моему насколько я помню оранжевый ну в цвет к комплекту катушка проверенный работает фрикцион проверенный работает место много не занимает много не весит маст хэв так во втором отделении зимой я вам показывал катушку дайвая с двумя шпулями на одной косодаковская желтая плетенка тонкая не помню там диаметр какой чуть потолще чем здесь это будет основная джиговая к брееву не основная вообще в красивом мешочке от соколова вторая шпуля здесь вообще было заявлено как флюрокарбон ни разу не флюрокарбон и даже по моему не покрыты прекрасной фирмы с нас ругательным названием на еби на йоби вот пусть хотя бы там поработает может быть там на те же воблеры можно покидать с помощью не не плетенки обычной монолески может даже лучше выйдет но если она все-таки хоть немного флюрокарбоном покрыта тоже неплохо так на всякий случай это я на речке нашел такой прекрасный экстрактор потому что иногда универсальные те же щипцы не достают до крючка рыбы так глубоко захватывают а это пригодится и где-то у меня тут еще наверно выложу пилка для ногтей которая будет роль надфиля играть соответственно крючки подтачивать и по камням крючки тупятся ну и все пожалуй хватит потому что тут 2 2 обычно крайности либо взять мало и не хватит нужного или взять много но все равно нужно и окажется дома поэтому берем какое-то среднее нечто берем достаточное количество и соответственно надеемся на лучшее ходить на рыбалку буду снимать пробовать буду что финале выйдет это уже будет видно не вверх скажу вам когда приеду когда видео сделаю вы уже получилось не получилось в турции вот рыбалка вообще не получилось хотя ходил как на работу даже хуже то есть вставать раньше приходилось доходить дальше так что все ждем хорошей погоды ждем морской рыбалки ну и буду надеяться сегодня форум залез ялтинский рыба пошла самариду я хочу попробовать никогда не ловил и ставлида рыбу тоже я всего одну когда-то поймал в этой в архипово осиповке выезжали на лодке называется утром никто ни черта не поймал один человек который почти никогда не ловил поймал больше всех пять штук я поймал одну и больше никто вот и вся рыбалка была поэтому если в пределах примерно такая рыбалка получится то уж извините снимать не буду а если будет интересно и соответственно постараюсь что-то снять вам показать рассказать все всем пока и туда внезапно хоп после титров еще забыл показать на мормышку ловить собираюсь на следующие вещи с алиэкспресса вот такие вот штуковины которые продаются у нас как люр макс ред баг а там почему-то какой-то вор так софт вор мягкий червь красного цвета и есть у меня желтого яркого цвета у нас половил рыба клюет поэтому две баночки двух цветов это конечно всегда лучше люр макс я нашел а то до прошлый раз не нашел люр макс остается для останется для пресной воды а эти поедут на море так еще очень важные вещи на морской деле на большинстве рыбалок вот такие вот перчатки срезанными когда со срезанными пальцами здесь рука не потеет здесь есть чем хвататься на самом деле они конечно велосипедные там для чего-то на алиэкспресс продаются стоит недорого живут тоже недолго но вещь очень полезные приятные в использовании во первых если не дай бог день грохнетесь лучше подставить все таки вот такую вот штуку при падении по крайней мере она это руку вашу защитит во вторых если солнце яркое опять же это все закрывает ну и так в принципе очень удобно я вот как-то привык ходить в перчатках на рыбалку во всех случаях мне это устраивает но иногда конечно чувствительности вам может не хватать будет считать но здесь вот сделан вылез из такой с такой же вот ткани тоненькой совсем то есть но она прозрачная вообще вот и нам пальцы видно сеточка больше соответственно и в чувствительности вы тоже не потеряете но вещь полезная так дальше так как часто рыба клюет вечером в сумерках или совсем рано она приходится приходить имеет смысл мить фонарик конечно под рукой стандартный и как ни странно кепка это тоже наше все очень удобная вещь довольно комично выглядит в целом на голове нормально выглядит козырек примерно в половину больше чем обычный стандартный то есть вы у вас больше тени на лице соответственно вы там не слепнете во вторых лоб мягкий они жесткая какая-то штуковина но есть вставки вентилируемые и плюс еще есть веревочка вот такая на подбородок или затылок как кому удобно чтобы ветром не сдуло то и так бывает что такое ветрище что улетают и кепки все что угодно поэтому эти вещи на рыбалку уже ездили неоднократно вернее она и дубая была поэтому пусть ездит и на черное море мне не жалко все всем пока